привет девочки всем привет из канады продолжение примерок из магазина winners канадская версия американского магазина т.г. макс или маршалс но маршалс у нас тоже есть т.г. макс у нас называется winners неважно тот же магазин тот же хозяин тоже система то же количество тонны барахла среди которых нужно найти жемчужину вот сколько жемчужин я бы находил предыдущем видео я снимал вам пальто макс мары и еще там все был love mosquina по моему а сейчас одежда будем примерять значит девочки которые живут в канаде я оставлю вам адрес и координаты этого магазина виннерс что у меня многие спрашивают находится в городе оквеле в котором я живу при град торонто и ну не важно в общем я вам оставлю адрес пожалуйста если вам нужно приезжайте покупайте мне не жалко я сама все равно это все покупать не буду потому что если честно но мне это дорого я не знаю я люблю масс-маркет все давайте вам покажу что я принесла и будем мир значит я принесла пиджак макс мара или будем мерить а потом буду вам рассказывать что почем не знаю обычно всегда всегда сначала мерю а потом а рассказываю о как она другой цвет цвет бордовый на самом деле это кофта между прочим клоя который я давно на нее смотрю и мне она так нравится она очень интересная очень симпатичная я думала может она уже на сейл вышла но нет 400 все те же 400 баксов но давайте с нее и начнем блуза очень красиво мне очень нравится у единственно что он столько всяких этикеток неимоверное количество они не страшно мешают там смысле бумажных я имею ввиду всяких надписи этикеток я потом покажу ну она очень такая симпатичная знаете такая baby door распашоночка вроде как прошу что я сегодня в брюках мне есть чем мерить блузки потому что набрал ясно у меня здесь два платья в основном пиджаки да значит очень она красивая вот сейчас расскажу только что в ней не так что в ней не нравится посмотрите какая здесь красивая аппликация кружева даже не знаю как это назвать не очень много здесь слоев значит один слой второй слой потом сниму все покажу подробно вот единственное что вот эти вот веревочки весельки я не знаю может я не понимаю что с ними делать они просто вот так вот пришиты вот здесь вот к рукаву и вот так вот свободном полете болтаются слушайте скажите мне в чем прикол мне кажется это страшно неудобно если бы я купила я бы просто напросто отрезала может быть пришила к какому другому месту я не знаю какому ну вот просто вот такие две две веселины очень хорошими шишечками на конце симпатичными посмотрите какие они клёвые такие вот милашки но мне кажется это страшно неудобно когда у вас сбоку с рукавов болтаются вот такие вот непонятного предназначение веревки потому что мне кажется они очень это же как-то опасно на них нужно наступить она может где-то запутаться обо что-то может их надо завязывать может их надо узлом завязать бантиком каким-то наверно они не должны так болтаться я сейчас попробуем я не думаю что у меня получится может когда я сниму я тогда ее завяжу может у меня получится наверное они должны бантом завязываться ну-ка каким-то бантиком потому что иначе вот это вот все просто это просто опасно для жизни микс ну вот я ее завязала таким бантиком вот так вот цвет очень странно прямо посмотрите как меняется цвета вот это я настоящий цвет а когда немножко так и двигалась нас как-то горчично что вообще даже не близко ну в общем как-то так не знаю веревки эти конечно не как-то смущают значит клоя вот видите пройти я здесь столько всего висит подвешено что здесь опасные пуговицы шишечки наверное если они оторвутся что-то за размер 36 поскольку она такая широкая так это нормально значит цвет плам это сливовый сделано мадагаскаре где только что не делают пишите ну как-то получим цены клоевской нету но как я уже сказала она стоит сколько вместе давайте сюда повесим 399 400 долларов все эти весельки страшное смело страшный ужас ну красивая конечно красивая но 400 баксов слушать это конечно конечно ту мачу вот хотелось показать вам что-то немного слоев здесь вот вот этот слой потом еще один слой внизу еще один бежевый слой внизу подкладочка кстати чего мы сделаем интерес а но она сделана сто процентов шелк подкладка хлопок в общем тоже это же шелк ну тогда ладно тогда я еще могу как-то примириться с этой стены пиджачок правда что вам сказать если не знаешь что это правда так и не знаешь 500 долларов стоки не не вправе ну пиджачок и пиджачок коротенький все такое вы знаете и я убедилась что вот примеряю пальто и на пальто максмара было написано когда они были сшиты там были пальто которые на которых была обозначена дата там было написано что они были сшиты год назад сентябре 2020 года то есть я думала что у нас здесь вещи которым там 5-7 лет на самом деле 6 но на самом деле не такие же они старые преслогодняя коллекция то есть они особо даже и нигде не и не валялись и ни в каких аутлетах ну то есть видимо валялись но не так долго вот ну в общем пиджачок правда процедура вот пиджачок правда 44 размер сделано подкладки здесь такие кнопочки кнопки карманы ткань такая дерюшка очень много написано на разных языках в том числе и на это не русский это похоже на русский во многих во многих сделано в румынии интересно вообще это очень произведено в румынии да это вообще очень интересно всегда смотреть где делаются эти вещи ну как бы география всего мира где-то крайне делается так состав что там шелк купра сто процентов шелк я не понимаю что значит я знаю три языка но ни на одном из них я не могу понять не могу не могу найти описание ни на одном языке значит вверх стопроцентный шелк подкладка стопроцентная купра правильно я понимаю да и суть фиджачок гуччи он мне ужасно мало но я собственно знала я видела что он маленький я принесла он для того чтобы показать его цену мне там ничего не надето вниз то что я не хотела свою кофту надевать потому что не хочется ну вот так вот он выглядит прикроемся прикроем не ближе тоже лучше скажите мне что это кучи я не скажите вернее мне что это кучи и эти гучи не отличу ничего другого сейчас я вам покажу цену и вы поймете что меня привело вообще в полный клинический ужас гуччи такой мятенький такой знаете вот такой задрипанный вообще ничего ничего не предвещало что называется 2199 долларов стоит этот пиджак скажите мне да он сделан в италии написано да он лучи но скажите мне объясните мне 2000 2199 долларов он стоит в стоке мне даже интересно сколько он стоит я даже не буду смотреть с чего он сделан это вообще даже уже неважно он может быть сделан из золота с бриллиантами ну как бы вы понимаете да ничего не написано цена гучевская не написано ну знаете я считаю что это просто что это возмутительно просто безобразие вот это что 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 такое что 42 размер маленький неважно 2000 2200 долларов в стоке ну хорошо даже если его отгладить ну предположим что пиджак пиджак пуговица не знаю девочки может что-то на спине есть что я не не спине ничего нет я в шоке звезда в шоке пиджак макс мара я конечно не догадалась какой-нибудь топик с собой взять потому что я мере не ни на что потому что у меня блузка моя надкая широкая объемная эти пиджачки все-таки узенькие маленькие просто в них не влезу если я начну на нее примерять нужно какой-то знаете такой маленький короче так я в него тоже не застегиваюсь вот где я вот где пуговицы можно конечно пуговицы перешить но зачем а вообще так в принципе неплохо симпатичный он только в трикотаже сделан ну опять же макс мара да миленько коврючка к нам подходит прямо костюмчик получился так вот видите он сделан из такого как будто бы трикотаж сделано в италии макс мара все хорошо восьмой размер но 42 видите в некоторых написано 44 8 американский а в некоторых написано 42 8 джерси джакета называется джерси джерси а вот цена в макс мари канадских долларов 1790 вот так вот девочки живем а здесь вот 300 но большая разница правда 1800 1790 тоже тоже так ну чё тут у нас с чего он сделан за такие бабки то здесь вообще 38 38 8 40 как я с этими размерами значит 76 процентов вискоз 22 полиамид 0 2 эластан подкладка 95 ацетат 0 5 эластан ну 76 процентов вискоза 1800 долларов оригинальная цена в магазине макс мара я тяжело вдыхаю девочки тяжело вдыхаю от от удивления так давайте еще померяем это у нас тоже пиджак макс мара вот такой вот красивый нарядный блестящий я тоже наверно в него не влезу ну давайте померяем потом посмотрим но вот это ничего я в нем даже застегнулась прикрываясь у меня youtube не забанил это скажет что я тут занимаюсь распространением неизвестно чего значит я в него влезла застегнулась это конечно такой совершенно нарядный вариант он такой бархат с блеском ну такой да пиджачок карманы нет карманов такой тоненький такой маленький такой какой то обычный ну то есть он нарядный конечно но пиджак и пиджак посмотрим сколько он стоит у нас и сколько он стоит макс мари если мы найдем цену макс мара такой он красавец у меня на него почему-то включается вспышка в телефоне видимо он темный и он как-то путает запутал телефон вот такие вот близкочки на без сладко но без ничего маленькая публичка и он у нас значит у нас он здесь стоит 700 долларов скажите мне почему этот стал 300 а этот стоит 700 я никогда этого не пойму так сделан хорошо аккуратненько давайте поищем цену максмаровскую слушайте максмара студия максмара студия то то же самое что максмара или это другая максмара не знаю так 44 размер для меня 44 ну вот поэтому я у него застегнулась все-таки немножко побольше максмаровской цены на эту ну ладно мне просто интересно почему почему здесь его оценили настолько дороже да цена максмаровская оценили ну ладно видите здесь написано м там в общем всяких размеров много ну в общем такой пиджачок еще один пиджачок коротенький из максмары в который я таки да влезла застегнулась на удивление могу подойти близко ничего не надо прикрывать ну такой обычно тоже такой знаете дерюшка не дерюшка как будто вот лиц немножко с блеском маленький воротничок пулочки черненький карманчик коротенький интересно сколько сколько его оценили у нас и сколько он стоил максмаре если мы найдем я вам скажу так вот с такой ткани он сделал сейчас телефон вспышку не включил странно да на тот синий он как-то телефон сбесился ну так аккуратненько сделаем все хорошо 500 долларов он стоит у нас не так нравится что все абсолютно максмара абсолютно все цены разные ну как бы так размер медиум да мы найдем аксмаровскую цену будет интересно мы не найдем 500 вакс ну такой вот обычный пуджачок ничего особенно посмотрим с чего он сделан вот написано размер 42 наименование жакеты изготовитель максмара италия производства румыния так значит состав 31 процент шерсть 0,9 процентов металлическая какая-то нить 0,9 процентов картон полиэстер очень короче много всего намешали ну в общем какой-то процент шерсти в нем есть вот так вот он выглядит обычно никак как у у меня есть еще два платья девочки и все если вы устали потерпеть у меня есть одно платье прада черное и вот платье от максмара вот так вот сейчас померю платье прады классика итальяна не буду повторяться сказавшись что снова это платье сицилианской вдовы ну обычное классическое платье черное симпатичное такое ну обыкновенное опять же наверное стоит у нас долларов 400 500 сейчас посмотрю вот здесь вот мешочек обычно в него кладут пояс я думаю что этот пояс был в этом мешочке чтобы он не потерялся кто-то его уже вытащил видимо примерял и так он и остался в этом платье ну симпатичное платье такой знаете классический фасон вырез лодочкой такой спущенный рукавчик ёбка такая раскрешенная и силуэт пояс хорошее платье симпатичное вообще вне моды его можно было носить 10 лет назад и сейчас по моему и через 10 лет назад тоже можно будет носить но такие платья можно найти где угодно не только в праде но если кто-то очень хочет покупать такое платье в праде то конечно ради богу я ж не против прадочка милана ну вот так вот она выглядит ткань такая знаете слушайте интересно написано что размер 44 ну я в него влезла написано эластику силк это группный это ткань не знаю цены прадовской нету давайте посмотрим что оно сделано действительно интересно на вид такой какой-то как бы хлопок но посмотрим что произведено в румынии хорошо гладить через ткань еще лучше состав девяносто два процента девочки это на нашел я не знаю что такое и ждет и что так вот языке 6 процентов полиамид 2 эластан и подкладка 100 процентов купра не смотрите на мои ногти завтра я иду их делать они у меня отросли безбожно ужасные я как бы очень стесняюсь но что делать так померяем платье максмара красивая расцветка подозреваю что же она шелковая цену потом вам скажу красивое платье прямо вот это красиво вот это я вот это мне нравится да прекрасное платье настоящий романтик типичный такой настоящий итальянская романтика такая знаете вот венеция гондольер все дела и вот в таком платье на лодочке с любимым вот под звездами и луной но красивое платье на самом деле она сильно очень красивая я думаю что она шелковая чуть-чуть чуть-чуть мне маловато вот тут чуть-чуть ну так не то что мы дышать тяжеловато так в принципе нормально красиво сделано внизу такое широкая лучше вернуть смотрел на его цену сейчас вам покажу я думаю что мы шелково поэтому такое дорогое наносит на красиво и так платье красивое очень очень красивое платье на цена шестьсот девяносто девять девяносто девять семьсот долларов девочки семьсот блин долларов максмаровской цены я не нашла мне было бы интересно посмотреть сколько она стоит максмаре просто интересно значит 42 размер 8 опять путаемся 8 американский то 42 44 и сделано ну да стопроцентный шелк и подкладка 85 ацетат 10 процентов шелк и 05 полиамид и что-то мне еще не хватает они все все хватает все где она сделана красиво конечно платье очень красиво конечно платье ну восемьсот восемьсот семьсот по спросить это уже не так важно 700 долларов вот так вот девочки там лопни мои глаза я принесла еще две порогами я вам хотела показать вот такие вот ботиночки пятый размер мой любимый я их не мерила но может они даже маловато кожаные ботинки бренд называется вы не халу но вы не халу парду стоили они 7 сейчас они на селе за 36 и вот такие вот ботиночки из заморы эти кожаные эти тоже кожаные написано что это кожа вот такой вот много-много всего на них намотана стоит на 30 долларов как вы думаете нужны мне они или нет одни и вторые часик накину прикину к ноге красиво красиво просто очень красиво и вы знаете они даже не такие уж и неудобные немножко маловатый кашпят размер мне конечно ботинки нужны шестой другой стороны сейчас лето нога немножко распухла если она влезет в колготку я должна померить другую ботинку потому что эта нога у меня меньше вот эта нога у меня больше право поэтому мне нужно все мере на правую ногу напрасно я надела на левую сейчас померю направо и скажу могу я в ней находиться или нет знаете могу как это ни странно они не смотрят даже на этот каблук девочки они не страшно неудобные но не смертельно смотрите какой у них металлическая штуковина на носу интересно знаю подумаю конечно каблучище такой безумный да красиво хотя белая обувь она очень как сказать требует всего остального аутфита в общем довольно уже так продумано не тени не не все можно надеть так сразу дел на правую ногу что на больше ну я не знаю это еще можно вот это все вот эти вот цепи жемчуга на ботинки что вы скажете кожаные вот эти удобные прямо удобные не такие мягкие каблук маленький но здесь только всего на них наворочено 30 баксов кожи не знаю про мне знаю что делать вот так девочки я мне показал свой аутфит на самом деле ну потому что показывать на нечего белые брюки у меня на и губах такая я ее очень люблю за то что она вот там вот сзади на резинке как приталенная и сзади немножко длиннее прикрывает все что нужно в общем удобно такая такая рубашка и сумочка у меня голубая цвет рубашки а пацанушка оранжевый цвет полосочек на рубашку вот так вот я всегда все у меня цвет в цвет все длинные получились примерки я надеюсь вы не очень устали я надеюсь вы не уснули по пути а если уснули то спокойной ночи хороших вам снов все девочки встретимся в следующем видео люблю целую с вами была ваша где-то из канала и пока пока вы